Привет, ребята, это Алена, вы на моем канале, я медицинский психолог, практикую нутрицептики, здесь про питание, движение, ментальное и физическое здоровье. Сегодня говорим про то, как привить полезную привычку без вреда для здоровья, ведь очень многие хотят изменить свое состояние, свое поведение, свой образ жизни и сделать свою жизнь лучше. Но во многих случаях это идет куда-то не туда, карьера, бывает финансы, здоровье, досуг, организация жизни и собственно духовность уже в последний момент. Соответственно, когда мы с вами говорим про привычки, очень важно для себя сделать очень-очень крутые последствия и выводы. То есть у нас есть какой-либо триггер, триггер может быть уже существующей привычкой, например, привычка пить кофе, например, привычка поздно ложиться, привычка переедать, привычка ходить голодным, привычка смотреть в жизни чужих людей, привычка осуждать, привычка не работать, привычка, 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 привычка. И напоминаю, что когда мы придумываем маленькие-маленькие награды, наши привычки могут меняться. Из плохой привычки можно сделать крутую новую привычку и дать себе момент релакса. Напоминаю, что во многих случаях привычки, особенно патогенные, формируются при том, что мы насилуем себя ключевыми способами, которые абсолютно нам не нужны. У нас есть цель, у нас есть средства и у нас есть триггеры. Если мы хотим действительно создать для себя какую-то классную крутую привычку, очень важно представлять для себя результат. Триггеры к действию бывают разные. Бывает это уже боль, бывает это уже желание, бывает уже какой-то такой маневр, какая-то ажиотация. Если мы с вами говорим про здоровые привычки, то это то, над чем очень важно работать. Например, я вижу кусок пиццы и хочу ее съесть и представляю потом глаза моего травматолога, который выписывает хандропротекторы. Вот примерно такие ассоциации могут возникнуть в голове здорового человека, который понимает, что за чем следует. Следующее, если мы с вами говорим про жизнь взаймы, когда мы пытаемся делать не свое дело, не свое, вообще в принципе не свое, привычки формируются на корню. Если мы находимся с людьми, которые показывают нам какие-то свои эмоции, какое-то свое поведение, которым мы не являемся, да, и мы эти привычки перенимаем. Например, когда вы живете с человеком, который всю жизнь не мог нормально себе заработать вообще ни на что. Привычка становится вашей, если вы находитесь достаточно долго вместе с этим человеком. Следующее, если мы с вами говорим про привычки, то обязательно очень важно для себя сформировать характер. Что это значит? Это значит уметь отказываться от своих личных триггеров. Когда триггеры манят, триггером может быть быстрый секс, триггером может быть быстрый, какой-то быстрый-быстрый-быстрый момент, который якобы дает потом результат. Но это регресс. Прогресс – это то, что вы делаете через себя, для себя и работаете над собой. Здоровые привычки можно выработать двумя способами. Это достаточно больно упасть и достаточно надолго пропасть. Прививать привычки достаточно легко, когда вы создаете то, что вам нравится и чем вы готовы заниматься. Стартовый сигнал, например, стакан воды или стакан будильника, шаблон действия. Например, надеть кроссовки, расстелить коврик для йоги, вознаграждение, эйфория, бодрость, прилив сил. И вот так мозг наполняется, если вы работаете со своими звеньями и со своими петлями. Вот если кратко. И я считаю, что нужно формировать привычку с малого. То есть нельзя сразу внедрять кучу-кучу привычек. Например, привычка одна, читать столько-то, привычка бегать, столько-то прыгать. И все эти привычки создавать за одну неделю. Мозг так не может. Нужно очень фиксироваться на одной привычке. Например, привычка выбирать здоровую еду. Привычка выбирать здоровые отношения. И вот по ней идти месяц-два, пока она у вас не вольется в жизнь. И очень важно для себя подкреплять хорошее. И почему старые привычки возвращаются? Нам часто задают резонансный вопрос. Почему некоторые выпускники программы после окончания курса возвращаются к старым привычкам? Те люди, которые, например, учились на каких-то программах по преодолению привычек. Потому что вознаграждение, на которое так живо реагирует мозг, не было сформулировано. А мозг реагирует на все. На тепло, на холод, на движение. На отсутствие питания. На многие-многие вещи. Вот так, ребят. Ставьте вопросы. Пишите, что думаете. Пишите свои инсайты. И делитесь своими лайфхаками про привычки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...